меня зовут екатерина жильцова я из москвы церковь слова жизни где я возрастала закончил библейскую школу семинарию и с радостью служу господу вы знаете когда максим сказал что будет конференция в этом году у меня не было ни малейшего вообще сомнения что нужно ехать вот как братья сегодня говорили что дух за ним нужно бегать как за девушкой за ним нужно бегать что в моей церкви нету духа что ли святого да есть конечно но послушайте за духом нужно бегать и когда я приняла решение приняла его сразу я сразу заказала билет на самолет и мне сразу пришло слово я не смогла уснуть даже пока я его просто не записал я не знала максим буду освидетельствовать или нет я мы не договаривались об этом но я его записала я даже немножко испугалась то что я услышал и чтобы мне хотелось сказать но сегодня слушая братьев я поняла что они все говорили об этом же о чем я хочу с вами поделиться у меня немного времени но мне так хочется поделиться своим сердцем и может быть какими-то там переживаниями тем что я вижу сегодня вообще в церквях вижу среди верующих вижу в нашей семье потому что все мы наша семья я служу в служении она называется жизнь в благовестии лидер нас евгений я вартанян вот мы я служу уже там четыре года хотя благовествовать я начала с первого дня как только покаялась я через пару месяцев уже родилась свыше очень быстро господь накинулся на меня родил меня свыше я думаю меня разорвет просто на много вот частей когда это все происходило меня никто не учил благовествовать это происходило очень естественно как дышать воздухом и что сегодня происходит я 10 лет хожу в господи может быть это много может быть это мало неважно кто-то лежит направлении господа кто-то идет как как иду как могу как иду бегу иногда медленнее иногда быстрее но что я сегодня поняла наверное мы сегодня должны быть духовными а кто такой духовный вот знаете такой вопрос а вот ответьте на кто такой духовный человек сегодня тот который выполняет то что ему дал бог именно дарами своими или тот который уходит в церковь или тот который например учит или там и так далее так далее вы знаете духовный это тот кто наполнен духом иисуса как это просто а какой дух иисуса а он очень простой иисус мог жить в любой точке вселенной он мог избрать любую точку создать новую планету с новыми людьми но знаете что сказал я не хочу жить там без тебя без тебя я не хочу жить там без тебя и не хочу проводить вечность без тебя вот его сердце а дары это просто инструмент для того чтобы достигать людей всего и вы знаете враг сегодня научился подделывать все дары вы скажете нет любовь он не научился подделать очень даже научился знаете почему потому что многие учат так я даю тебе не то что ты хочешь а то что тебе необходимо и это и есть любовь слышали такое да спуши рядом а что не научился враг подделывать он не научился подделывать сострадания не научился у него нету в характере у врага нашего – сострадание. Можно подделать языки, можно подделать чудотворение, можно подделать, там Я не знаю, исцеление, все что угодно можно подделать, враг уже подделает, но он не подделывает сострадания. Поэтому как много сегодня верующих, которые служат Господу, но они служат, а к ним подойти страшно, потому что они как оголенный провод, он как только может ударить. Нет страдания но есть еще одна скажем так вот идея у врага потому что он тоже между прочим развивается что я сегодня увидел это я правда испугалась когда это увидела что многие сегодня они как бы сошлись с основной дороги на дублер есть основная божья дорога господь сказал разум о чем говорил сегодня брат разум нам да для того чтобы мы искали его волю и исполняли его волю а что сегодня происходит мы своим разумом особенно после теологических может быть каких-то обучения не против учения зая сама училась и вообще всем говорю учитесь но мы своим разумом придумываем свою волю а потом выкручиваем богу руки благослови нас вот нашу волю который мы придумали ты нам ее благослови и выкручивают господу руки но бог не бы не будет благословлять скажем так то что не он придумал хотя он благословил измаила а кто такой из моим он сына гари а кто такая ага это дублер откуда этот дублер взялся а он взялся тогда когда люди захотели помочь господу они подумали что бог наверное не справится что господь наверное ему тяжело и они решили ему помочь и появился дублер что такое дублер разве развернулся этот человек который на дублере пошел обратно в ночной клуб грешить нет на дублере читают библию на дублере ходят в церковь может быть даже живут в ней на дублере все также происходит вы знаете чего нет на дублере духа божьего благословил ли измаила господь да конечно целый народ мы сегодня видим как осла до дикого но благословенный народ большой народ мощный но что сказал господь не агарь сара от нее будет только сын от нее значит что господу важна женщина или она только детородный инструмент но агарь намного лучше чем сара она была детороднее а господь сказал нет сара от нее народ обетование и я увидел этот дублер друзья мои я верю что это не о вашей церкви не о нашей но если это слово пришло значит это та яма которую господь хочет предупредить чтобы мы в ней не упали будьте аккуратнее будьте внимательны и потому что как можно вообще действительно сойти на этот дублер и вроде бы ехать в том же направлении но без духа божьего а это очень это очень печально вот наверное вот это вот я хотела вам сегодня сказать у меня еще есть несколько слов о том чтобы мы реально были настоящими еще не говорили о самарянине который был настоящий который помог который до конца выполнил свою миссию но до самарянина прошли двое кто были эти двое да они были служителями они прошли мимо и вы скажете но был закон нельзя было им трогать нечистое да нельзя но иисус ожидает от нас чтобы мы добровольно были настоящими добровольно были настоящими понимаете вот чтобы знаете вот как в детстве в детстве наверняка все были настоящими что с нами произошло а я говорю о детстве не только когда мы родились от родителя когда мы от духа божьего родились мы готовы были идти за иисусом на все но потом мы стали умными а многие сошли на дублер это очень очень страшно на самом деле голос бога он как ветерок и иногда раз ветерок подул два ветерок подул ты вроде слышишь его но думаешь показалось не показалось и как страшно когда рядом есть лидер о которых говорил максим в прошлой проповеди лидеры манипуляторы которые громко говорят никак ветерок а громко говорят как надо и кажется ну вот она воля божья и я смирен или а там я тоже смирение я же слушаюсь голос божий но на самом деле голос ли божий там или это дублер а он ведь слышнее а был ветерок но ветерок подул и перестал вот знаете будьте чувствительны чувствительны к духу божьему он же не просто так виде голубя сошел а потому что голубь не сядет там где громко там где колонки с музыка играет он сядет там где покой и только в покое ты его услышишь но иногда голос советников он сильнее чем голос божий сожалению и смирение это не то чтобы слушать то что тебе сказали люди смирение это с миром принимать волю божью волю божью они то что тебе говорят люди наверное этим я хотел с вами поделиться сегодня будьте благословенны братья и сестры и будьте настоящими знаете вот еще хочу сказать вот мы будем настоящими когда мы в каждом из нас увидим иисуса и скажем знаешь вот брат руслан тебе иисус и я так рада что я буду с тобой проводить вечность и в тебе иисус и в тебе иисус я так рада что именно я с тобой буду проводить вечность и я так рада что я с вами сестренки буду проводить именно эту вечность потому что мы так быстро когда нам не нравится характер другого отправляем этого человека в ад. Но Бог не такой. Слава Господу.